Главное достоинство – комфорт. Рассказывает о новом автобусе водитель. Кабина современная, движение ничто не отвлекает. Есть отдельный вход и перегородка между салоном. Половнее намного, он мягче. Салон не совсем другой. Тоже комфорт побольше. Чтобы управлять машинами, на газомоторном топливе водителям пришлось пройти дополнительное обучение. В новых автобусах есть все и для удобства пассажиров. Почти 130 человек могут разместиться здесь без давки. Механическая аппарель и изменяемый уровень пола для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все новые автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, что позволяет контролировать каждый на линии. Этих белоснежных красавцев вполне можно назвать зелеными автобусами. Здесь обеспечен не только комфорт пассажирам, но и забота об окружающей среде. Работают автобусы на природном газе и соответствуют экологическим стандартам Евро-4. В этом году закупили 43 новых муниципальных автобуса. Их собрали специально для Самары. Изготовители учли все пожелания. В салонах установили дополнительное отопление. Новички уже осваиваются на дорогах Самары. Основные маршруты, на которых будут работать эти автобусы, это востребованные маршруты, загруженные маршруты как по пробегу, так и по пассажиронаполняемости. Это такие маршруты как 1, 50, 21, 23, 37, 47. Достоинства новинок ощутимы сразу. Впечатлениями поделились первые пассажиры. Здесь очень удобно стоять. Есть где держаться, стойки удобные. Все удобно и прекрасно. И ход у него такой легкий, хотя и быстрый ход, но мягко. Комфортно и удобно и просто прекрасно. Я не сейчас на 21-м таком автобусе. Каждый день на рынок. Мне нравится. Очень много автобусов. Это хорошо, что поменяли их. В прошлом году в Самаре закупили 82 новых автобуса. Вместе с этими автопарк муниципального предприятия обновили почти наполовину. Также в этом году в парк ТТУ поступили по 20 новых низкопольных трамваев и троллейбусов. Оснащение новым транспортом основных городских маршрутов в числе приоритетных задач, поставленных губернатором и главой Самары. Самарский регион уже один из лидеров по обновлению подвижного состава. Эта работа продолжится, чтобы к 2018 году обновить основную часть парка. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.